Продолжение следует... Цифровая революция и математическое развитие дошкольника. Вот так заявлена моя тема, о чем мы с вами сегодня поговорим. Дело в том, что на самом деле на наших глазах, вот прямо сейчас, время и эпоха сменяются очень быстро. И эпоха, в которой мы жили, она уходит, а вот эпоха, в которой будут жить наши дети, она еще не пришла. И мы не знаем, что будет ждать тех малышей, которые сейчас ходят в детский сад. Но мы точно знаем некоторые вещи, которые с ними уже случатся. Мы точно знаем, что машины заменят человека там, где только можно заменить. И большое количество профессий, которые сейчас считаются нужными, просто-напросто исчезнут. Мы точно знаем, что процесс обучения будет длиться всю жизнь. То есть человек будет учиться не только в школе, в институте, а на каждом производстве, на которое он будет приходить работать. И мы знаем, что человек несколько раз поменяет профессию и сферу деятельности. Вот социологи расходятся во мнении. Некоторые считают, что вот наши детки маленькие, когда вырастут, сменят свою профессию раз 10. А другие считают, что раз 20. Ну вот где-то в таких пределах прогнозы колеблются на данный момент. И объем информации будет только возрастать. Как бы мы ни хотели, чтобы случилось все по-другому, информации будет все больше и больше. А значит, нужно научить детей быстро в этой информации ориентироваться. Но так или иначе, будущее уже началось. Вот посмотрите на эту иллюстрацию, пожалуйста. Здесь представлены две детали. Как вы думаете, они одинаковые по своему предназначению или нет? Ответьте, пожалуйста, в чате. Как вы считаете? Они для одного и того же предназначены или для разных вещей? Просто думаю, что нет, Ольга Владимировна сказала. Можно даже откомментировать. Думаю, что да, думаю, что нет. Но вы и те, и другие в чем-то правы. Эти детали предназначались для одного и того же механизма. Первая деталь, которая вот здесь слева, она была сделана обычным традиционным способом. То есть это металлическая заготовка и это вытачивание на станке по техзаданию. Для второй детали техзадания было немножечко усилено. Нужно было не только сделать деталь, которая бы подходила в данный механизм и работала, но еще и сэкономить материал и сделать так, чтобы нагрузка на ведущие оси, там где нагрузка есть, была при этом усилена. Более устоя, не очень понятно. Смотрите, вот эту деталь, как я уже сказала, выточили на станке. А как вы думаете, как создавали вот эту деталь? Давайте попробуем попрогнозировать. Но эта деталь не из фантастики, она уже существует на самом деле, и я даже держала похожую деталь в руках. Совершенно верно, 3D принтер. То есть она была создана в программе, в инженерной программе 3D моделирования с учетом всех характеристик и отпечатана на 3D принтере. То есть вот то будущее, про которое мы с вами будем говорить, оно уже к нам пришло. И детки это прекрасно понимают и, собственно говоря, не сопротивляются. Но поскольку в основном месте работы я работаю с профориентацией детей, то прекрасно понимаю, что происходит. И если, допустим, наши партнеры, которые занимаются 3D принтерами, с неохоты еще год назад брали шестиклассников на экскурсии, потому что те вроде как маленькие, то сейчас в этом году они уже поставляют свои 3D принтеры в детские сады, и там и 3D принтеры малыши с удовольствием используют для того, чтобы делать какие-нибудь игрушки. И, кстати, тоже некоторые из них под руководством воспитателя, конечно, но работают в 3D программах. Давайте подумаем, какие навыки будут нужны точно. Вот точно будут нужны в такой системе координат концентрацию управления вниманием, потому что концентрироваться нужно будет очень здорово, и любая ошибка в расчетах, в задумках, она может привести к непредсказуемым последствиям. Обязательно нужно будет умение говорить на языке машин, то есть с учетом четкой логики. Умение очень быстро находить нужную информацию в массиве данных. Естественно, навыки программирования, ну и, естественно, такие надпрофессиональные способности, как инициативность и критическое мышление. Потому что вот те профессии, которые все-таки не вымрут, и те профессии, которые не заберут у нас машины, они останутся чисто человеческими, они связаны как раз вот с этими двумя факторами. Умением проявлять инициативность и творчество, и умением мыслить как человек. Вот в таких условиях мы живем, и понятно, что в таких условиях математика, даже дошкольная, она не сводится к тому, чтобы научить считать ребенка, не сводится к совершенствованию вычислений, а становится универсальным средством для того, чтобы развить свое мышление, организовать свою жизнь, ну и, собственно говоря, жить счастливо и долго по возможности в наступившую эпоху. Но, кстати, это не наше открытие, потому что более ста лет тому назад Лев Толстой говорил примерно о том же, что математика имеет задачу не обучения исчислению, а обучение приемом человеческой мысли при исчислении. Но сейчас у нас речь пойдет не только про цифры. Смотрите, если мы рассмотрим все способности, которые так или иначе связаны с обучением математикой, то мы можем их поделить на несколько блоков. Прежде всего, это доматематические способности. Можно я пока не буду расшифровывать чуть попозже, вот об этом поговорим. Есть, собственно, математические способности, как то умение заполнить цифры, умение складывать, вычитать, умножать и делить уже чуть попозже, и это умение пользоваться такими приемами, как сравнение, например, знать системы величин, знать время и так далее. И обязательно для того, чтобы математика хорошо у ребенка пошла, у него должны быть развиты общие способности, которые относятся не только к математике, но и к другим наукам тоже. Это хорошо развитая память, внимание, воображение и способность к абстрактному мышлению. Давайте начнем сначала. Что такое доматематические способности и зачем они нам нужны? Собственно говоря, все доматематические способности делят на две категории. Это пространственное представление и развитие сантиматорных функций. Они нужны и для изучения математики, и для успешного владения другими науками и областями знания. Вот эти способности формируются в первые годы и даже, наверное, в первые месяцы жизни ребенка и все дошкольное детство, они развиваются. Прежде всего, они развиваются, конечно, в игре. И выпадение этих функций, если они не развелись, оно может снизить общие мыслительные способности ребенка и качество познавательной деятельности. Для чего они нужны? Нужны для того, чтобы обучить ребенка счету, письмо, рисованию, чтению другим предметам. А если мы будем говорить про математику, то вот эти доматематические способности нужны для того, чтобы понимать сравнение больше, меньше, ближе, дальше, раньше, позже, длинные, короткие, широкие, утки и так далее. Это правильное написание цифр, потому что, когда ребенок пишет цифры, он представляет уже в своей голове направление движения влево, вправо, вверх, вниз. Это представление о геометрических фигурах и их положении в пространстве. И это понимание условий задач на расстояние, скорость и объем. Как формируются вот эти способности? Первый этап, с чего начинается формирование этих способностей, это представление о собственном теле. Как расположены части тела, то есть где лево-право, где у нас вниз, где вверх. Когда ребенок усваивает вот эти представления, он начинает осваивать внешний мир вокруг себя и пользуется теми же самыми представлениями. То есть он пойдет влево там, где влево его рука, пойдет вправо, он понимает, что игрушка близко, а мама далеко, и к ней нужно бежать, и это займет некоторое количество времени. То есть он уже в своей голове с помощью мышления может организовать какой-то процесс, может организовать свой мир, и в этом мире благополучно существовать и этот мир изучать. После того, как этот этап пройден, ребенок постепенно начинает ориентироваться не только в реальном пространстве окружающей среды, но и в схематическом пространстве, например, на пространстве листа. И вот примерно к этому возрасту, к 3-4 годам у ребенка на картинках, на рисунках появляются верх-низ, и он уже может себе хотя бы немножко представить, что такое лабиринт на листе. Вот таких заданий развивающих очень много и не зря. Используя вот эти задания, мы помогаем ребенку ориентироваться уже в искусственно созданном пространстве. Ну и этот этап не последний, потому что есть еще так называемое квазипространство, то есть ориентация в квазипространстве означает умение уравновешивать вокруг себя, упорядочивать системы знаков, символов, ну, например, нотная запись, вот как на этой картине, то есть дирижер, который смотрит на эту нотную запись, он представляет, кто когда вступает, кто где должен играть, в какой момент, какой инструмент должен звучать. Квазипространство – это понимание лексико-грамматических конструкций. Ну вот, например, если ребенок овладел квазипространством, то он правильно ответит на вопрос, мальчик спасен девочкой, кто кого спас. Если у ребенка не в порядке еще с ориентацией в квазипространстве, он может посомневаться. Мальчик спас или девочка спасла? Не очень понятно. И ориентация в квазипространстве дает нам возможность работать в системе алгоритмов и работать в системе областей данных. И мы с вами тоже посмотрим, как это можно делать прямо в детском саду. Вот это пространственные представления и не менее важные, а, наверное, более важные – это сенсомоторные функции. То есть формирование у детей, представление о внешних свойствах предметов. О форме, размере, цвете и не только представления, какие-то теоретические, если можно сказать, но и представления от ощущения этих предметов. То есть это все нужно не только посмотреть, но и накрогать руками. И вот эти способности очень важны, потому что если нарушены до математические способности, если ребенок по каким-то причинам проскочил этот этап, ну, например, он проболел свой возраст от года до 3 до 4 лет, и ему было совсем не до квазипространства. Или он воспитывался в такой среде, где никто не занимался, у него не было достаточно игрушек и гранатических пособий для того, чтобы насмотреться, нащупаться, наслушаться и так далее. Вот если этот этап выпадает, то дальнейшая успешность ребенка во всех областях знаний оказывается под вопросом. Но это не приговор, потому что в любом возрасте, как сейчас ученые доказали, можно вернуться к предыдущему этапу и добрать то, что человек не добрал вовремя. Я сейчас расскажу о нескольких пособиях, которые помогают сделать это очень быстро, интересно и комплексно. Самое интересное, что эти пособия практически все, они создавались, ну, достаточно давно. Дорыв Рёбеля существует уже больше 100 лет, дальше будем говорить о системе Монте-Сори, она тоже уже больше 100 лет существует. Ну, вот, как ни странно, та система, о которой я сегодня говорю, она создавалась на самом деле больше 100 лет назад. Но пользоваться вот так активно мы начинаем только сейчас. Итак, игровой набор дары Фрёбеля. Всего 6 даров было в начале, потом игровой набор дополнили до 12, и сейчас вот эти вот коробочки существуют в основном в виде 12 даров, которые можно купить целиком. Пожалуйста, уважаемые коллеги, если у вас в детском саду есть такой набор, поставьте, пожалуйста, в чат плюсик, ну и кратко, слово или два, напишите, как вы используете, нравится вам или непонятно. Напишите, я буду очень рада услышать, и ваши коллеги тоже. Итак, очень кратко про дары Фрёбеля. Ага, даров 14, но разные варианты. Спасибо, Наталья Михайловна. 14 я, честно говоря, не встречала, мне попадались только 12. Первый дар – пекстильные мячики на верёвочке. Ага, ещё не использовали, только получили. Ирина Васильевна, вот все так говорят. Я думаю, что стоит использовать, причём на разных предметах. Итак, вот первый дар, его предлагают малышам, но практически с рождения. И здесь у нас и ощущение раздвижения на кончиках пальцев, и разные цвета. И смотрите, можно найти, подобрать одинаковые по цвету, потому что по два шарика каждого цвета. Ну и они такие мягонькие, в принципе, и не поранятся, и очень даже удобно им играть, малышам. Второй дар – это шар, цилиндр и куб. И здесь уже начинается знакомство детей с основными геометрическими формами. Фрёбель считал настолько важным вот именно эти три фигуры, что говорил о них очень долго и много, и говорил об этом всегда. Второй дар выглядит вот так. То есть мы не только знакомимся с фигурами, но и пробуем их на очередь. Кстати, интересный факт. Памятник на могиле Фрёбеля как раз представляет эти три фигуры. Куб, на него поставлен цилиндр, сверху шарф. Третий дар – это восемь простых деревянных кубиков. И из этих кубиков Фрёбель предлагает складывать два разных вида орнамента. Первый – это подражание обычным житейским бытовым вещам, а второй – это орнаменты геометрические, то есть это практически искусство. Ну вот смотрите, это комбинаторика, о которой мы говорим сейчас очень часто в отношении дошкольников. Как раз у нас всего восемь квадратиков, а можно накомбинировать вот такое количество различных предметов. И не только у этого, а еще и вот такие вот распрекрасные орнаменты. У Фрёбеля было такое обязательное условие, пока ребенок не наиграется предыдущим даром, следующий дар ему не предлагают. Вот когда ребенок наигрывается восемью кубиками, к ним добавляют восемь деревянных плиток. То есть здесь уже можно создать гораздо больше разнообразных вещей, гораздо больше разнообразных орнаментов. Ну и затем, когда и плиточки освоены, добавляются пятой и шестой дары. И здесь уже появляются и треугольные призмы, и появляются просто квадратные призмы, и количество даров все возрастает. Ну и уже используя вот эти дары, можно создавать вот такие, мы бы сейчас сказали, 3D-модели различных зданий. Осталось только выучить компьютерную программу и перенести все это на язык 3D-моделирования. Ну, собственно говоря, основа уже сделана, в руках есть, а коли в руках есть, то есть уже и в голове. Вот, про остальные дары не буду рассказывать. Если у вас набор есть, то вы сможете посмотреть, и огромное количество пособий прилагается вот к этому набору. Самое главное, что не бояться использовать, и использовать можно на разных занятиях, не только на математике. И прекрасно, вот то, что мне самой очень нравится, это система сенсорных эталонов методики Марии Монтесори. Сама методика, конечно же, спорная. Сейчас мы об этом спорить не будем. Там, естественно, есть плюсы и минусы, но вот эта система, которую я покажу, на мой взгляд, она абсолютно идеальная для того, чтобы ребенок мог очень быстро набрать эталоны в различных величинах. Вот смотрите, основные, то, что можно сказать, аутентичные вещи, которые были в методике Марии Монтесори с самого начала. Розовая башня, 10 кубиков, маленький 1 см, самый большой кубик 10 см. И здесь мы знакомимся с понятиями большой и маленький, знакомим детей с величинами, ну и параллельно развиваем координацию, умение делать такую пирамидку, умение упорядочивать предметы и много чего еще. Коричневая лестница, очень похожая, и она замечательно комбинируется с розовой башней, здесь мы уже говорим о понятиях толстый-тонкий, и опять-таки параллельно развиваем моторику, координацию движений и формируем порядковые структуры, то есть умение выкладывать различные предметы по порядку. Вот это замечательное пособие цветные цилиндры, здесь показаны цветные, они иногда бывают неокрашены, и это уже сложнее. Если вы внимательно приглядитесь, то вы видите, что среди вот этих 20 цилиндров нету двух одинаковых, и они различаются между собой уже по двум показателям. Это высота и это толщина, и вложить цилиндр на другое место не получится. То есть здесь уже ребенок анализирует сразу два показателя одновременно. Такой замечательный геометрический комод, который детей познакомит с геометрическими плоскостными формами, и чем он хороший комод, что можно вот эти вот поддончики вытаскивать по очереди. Когда ребенок, к примеру, осваивает треугольники, ему добавляют поддон с квадратами, затем с многоугольниками, затем с такими вот сложными формами и так далее. И дети здесь опять с помощью, это вкладыши, то есть с помощью вкладыша, с помощью движения рук, они начинают осваивать различные геометрические фигуры. Тактильное лото, это тоже пособие Марии Монте-Сори. Парные фишечки с разными поверхностями. И на ощупь дети должны отгадать фишечки с одинаковыми поверхностями. Очень хорошо тренируют кончики пальцев. Все знаете, что ум ребенка на кончиках пальцев, и там же его будущая грамотность, поэтому это прекрасное пособие тоже можно использовать. Оттуда же шероховатые таблички с поверхностью разной шероховатости. И задание такое же, найти среди них одинаковые. Цветные таблички в четырех вариантах. По усложнению, то есть сначала это основные, локальные цвета, затем цвета добавляются, добавляются оттенки, добавляются цвета разной насыщенности. И опять-таки мы идем по усложнению. Тепловые таблички. Вот это вот очень оригинально, по крайней мере, кроме системы Монте-Сори, я нигде такого не видела. Различные материалы, которые при прикосновении дают ощущение разного тепла. Задание тоже найти одинаковое, отличить друг от друга. По той же схеме весовые цилиндры. То есть цилиндрики разного веса, и ребенок, удерживая в кулачке по два цилиндра, в каждой руке по одному, он пытается найти одинаковое по весу. На обратной стороне, внизу, там есть маркеры, которые позволяют ему самостоятельно определить, правильно он сделал это или нет. И такие же шумовые цилиндры, наполненные различной крупой, горошинками, шариками, которые издают звуки разной громкости. Задание тоже найти одинаковое, наслушаться и развить свой слух. Вот эта система прекрасна, потому что она дает очень большой разброс, размах именно различных сенсомоторных впечатлений, и ребенок усваивает очень много в окружающем мире. После того, как доматематические способности отработаны, наступает время формирования абстрактного мышления. Естественно, что никакое изучение математики и никакое изучение грамоты невозможно без того, что ребенок формирует хотя бы начало абстрактного мышления. Что это такое? Это когда человек может отразить окружающий мир без задействования органов чувств. Это когда человек может обобщать явления, опять-таки, без того, чтобы их двигать или сдвигать в реальном мире, просто в голове. Если человек может выявлять закономерности, если может находить непохожее, исключать из общего смысла, и обязательно для формирования абстрактного мышления это языковое выражение. То есть абстрактное мышление и наработка речи, они идут параллельно. И без наработки речи абстрактное мышление либо не развивается, либо развивается очень и очень плохо. Даже при том, что мы не ощущаем свои мысли как разговор, свои внутренние мысли, они все равно идут в речевой форме. Ну, просто вот поток этой речевой настолько быстрый, что мы его не осознаем. Но так или иначе, для формирования абстрактного мышления речь нужна. И вот здесь мы встаем перед дилеммой, потому что понимаем, что как раз для математики нового времени необходимо, чтобы абстрактное мышление было сформировано у ребенка как можно раньше. Мы рано учим читать, рано учим считать, рано приучаем к цифрам. Это с одной стороны, и это необходимость нового времени. Но с другой стороны, дети остаются детьми, и они хотят играть, и поэтому мы не можем, отрывая от игры, научить их вот таким вот очень важным вещам, как счет, письмо и изучение математики. Об этом опять-таки задумывались уже очень давно, и Золтан Генеш, венгерский математик, психолог и педагог, создает свой набор знаменитый, наверняка у всех группах он есть, блоки Дьениша. О, блоки Дьениша мне очень нравятся. Эриза Асхатовна, мне они тоже очень нравятся, и я этого человека считаю гениальным на самом деле, и возможно, кое-какие из приемов вы сегодня заберете с вебинара, я буду этому очень рада. С блоками можно работать по-разному, мы начинаем работать прямо вот с двух-трехлеток, и если выставить работу по иерархии, от легкой к сложной, то это будет вначале свободная игра, когда блоки используют для того, чтобы натрогаться, нащупаться и понять, что такое треугольник, круг, квадрат. Дальше игра по правилам, эти правила вводим мы сами, математические игры, знакомство с числами, знакомство со свойствами таблицы и алгоритмами, и использование блоков Дьениша для выполнения первых арифметических действий. Хотя, если говорить об арифметике, то палочки Квизинера, они все-таки, мне кажется, удачнее, но о них мы тоже поговорим, а пока про блоки. С чего мы начинаем? Как раз мы работаем над развитием аптектового мышления. Для совсем малышей, возраст 2-3 года. Первое – это группировка. Группировка, как видите, по какому-то признаку. Это признак величины, цвета или формы. И когда группировка освоена, то мы можем детей просить группировать предметы не по одному, а сразу же по нескольким признакам. И тогда получится, что в одну кучку мы складываем все большие и толстенькие фигуры, а в другую кучку мы складываем все маленькие и тоненькие. Прошу прощения, коллеги, я абсолютно уверена, что с блоками Дениша все знакомы, и не проговорила, что это, собственно говоря, за набор. Давайте я исправлюсь. Вот кому нужно сейчас проговорить, буквально в двух словах, что это за набор, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. Кто не знает, о чем я сейчас говорю? Понятно? Прошу прощения. Блоки Дениша. Если кратко, то это набор фигурок, вот вы здесь видите по фотографии, которые различаются по четырем показателям. То есть там есть большие и маленькие фигурки, например, маленькие квадратики, большие квадратики. Есть фигурки толстые, тоненькие. Есть фигуры, фигуры различаются еще по форме, то есть здесь есть прямоугольники, квадраты, треугольники и круги, и они еще различаются по цвету, то есть все они трех цветов. Собственно говоря, мы понимаем, что здесь фигурки различаются всего по четырем показателям. И здесь есть, к примеру, если мы берем синие фигуры, вот здесь вы видите всю эту кучку, маленький толстенький кружок, маленький тоненький кружок, точно так же два больших, толстый тоненький, два больших треугольника, толстый тоненький, два маленьких, два квадратика, вернее, 4 квадратика и 4 прямоугольника. Итак, в трех цветах, синий, желтый и красный. Вот, теперь понятно. Если всем все понятно, тогда ставьте, пожалуйста, в чат восклюцательный знак и мы движемся дальше. Играть с блоками дениша. все благодарю вас все всем понятно хорошо движемся дальше вот они все после того как мы научились группировать то мы можем детям предложить подобрать фигуры по подобию то есть к примеру мы выстраиваем вот такой ряд 3 ряда и просим детей из другой коробочки подобрать точно такие же три ряда и выложить перед нами ну и так далее здесь вариантов заданий бесконечное множество потому что группировать можно по-разному что еще можно сделать с малышами с блоками денежа и наверняка вы делаете это тоже это сравнение по всем четырем показателям например найди такую же фигуру по цвету найди такую же фигуру по толщине найди все треугольники но и все большие желтые кружочки и так далее сравнение по количеству мы выкладываем допустим 5 каких-то фигурок и говорим сделать чтобы дорожка была такая же ребенок выкладывает пять других фигурок проверяем дорожка такая же дальше можно сделать такое вот очень интересное задание она такое прорывное допустим вы выкладываете дорожку из 5 маленьких кружочков даете ребенку 5 больших кружочка вы говорите вот теперь такое же количество кружочков выложил дорожку он выкладывает и понимает, что дорожка оказалась намного длиннее. Это повод разговора о том, что такое величина предмета. Ну и точно так же мы отрабатываем операцию обобщения. То есть сначала положи, к примеру, все синие квадраты, а сюда все желтые кружочки и так далее. Используй блоки Ениши с детьми со средней группы в кружковой работе. Дети занимаются с удовольствием и мне очень интересно самой с ними играть. Согласна. Действительно набор он такой бесконечный по возможностям. Выделяем отдельные признаки предмета. Игра продолжи ряд. Причем продолжить ряд можно и с каким-то узором. То есть здесь мы нарабатываем очередование. Продолжить цепочку таким образом, чтобы рядом не оказалось одинаковых фигур. Ну и так далее. Много-много-много. А вот собственно говоря и про символическую деятельность. Когда мы говорим, что математика это прежде всего работа с символами, то должны понимать, каким образом символическая деятельность у нас развивается у детей. Развивается она через несколько этапов. Говорить можно бесконечно об этом. Но если вкратце, то начинается от предмета реального, затем от его очень похожего изображения, потом трехмерное изображение, потом мы переходим к плоскостному изображению. И вот когда уже ребенок может сопоставить реальный предмет и его плоскостное изображение, тогда мы уже можем ввести какие-то символы буквенные, либо цифровые. И вот здесь есть ответ на вопрос, почему, к примеру, он не читает или почему он не может выучить цифры. Как раз по той причине, что возможно вот эти вот этапы были когда-то пропущены. Что мы можем сделать для того, чтобы ребенок перешел от предметной деятельности к оперированию знаками и символами? Самый простой вариант – это выкладывание узоров по образцу. То есть здесь у нас есть предмет и есть его изображение. Ребенок должен совместить предмет и изображение. Чуть посложнее работа с карточками-символами. Здесь уже символы такие более абстрактные. Ну вот если брать блоки денежа, то, к примеру, таких символов можно придумать четыре. И они бывают разные. Вот этот символ говорит о том, какая форма нужна. Вот этот символ говорит о том, толстый либо тонкий это предмет. Этот символ указывает на цвет, этот на величину. Ну и задание для детей – рассели жильцов. То есть выложи, к примеру, кубики и блоки денежа в том порядке, который указан здесь вот в этих символах. То есть здесь достаточно сложно для ребенка это задание, потому что ему нужно подобрать предмет уже по четырем параметрам. Вот точно такое же задание, но здесь уже картинок символов больше. Следующее – это упражнения с таблицами. Используем те же блоки денежа, но упражнения с таблицами вводим достаточно рано и вводим их постепенно усложняем. Почему нужны нам упражнения с таблицами? Потому что, собственно говоря, табличный способ подачи данных, он на данный момент самый современный. Мы берем таблицы Excel, к примеру, и другие варианты, когда нам нужно упорядочить данные, мы используем таблицы. Поэтому детей знакомим и с таблицами. Вот здесь, к примеру, таблицы достаточно сложно их запомнить, потому что здесь мы весь массив кубиков, массив данных, если можно сказать, раскладываем уже на основании трех параметров. Это форма, цвет и величина. Следующий вариант – работа с областями. Это тоже уже близко очень к информатике. Вводим в 3, в 4, в 5 лет, как только поймете, что ребенок способен к этому. Работа с областями нужна для развития инженерного мышления, опять-таки для управления большими массивами данных. Но мы можем эту работу проводить, когда еще цифры мы не выучили или только начали учить. Как это происходит? Мы берем и рисуем, к примеру, на листе бумаги или выкладываем небольшими обручаниями с области, которые будем заполнять данными, нашими кубиками, блоками, денежем. Причем для каждой области данных есть свои параметры. Ну вот, допустим, в этот кружок мы должны поместить только красные фигуры. Сюда мы должны поместить только квадраты. А вот в этот кружок мы должны поместить только толстые фигуры. И ребенку дается задание, к примеру, что может попасть, какие фигуры могут попасть вот в эту область данных. Давайте представим, что мы здесь и попробуем ответить. Стрелочку на экране видно, курсор, что здесь окажется. Здесь у нас фигуры красные, здесь у нас фигуры квадратные. Коллеги глубоко задумались. А, стрелочку не видно. Тогда пересечение областей левой и верхней. На пересечении областей, где красный цвет и где квадрат. Красный квадрат. Спасибо. Да, красные квадраты. Допустим, на пересечении верхней и правой областей у нас появятся толстые квадраты разного цвета. Да, совершенно верно. Занятие очень интересное, не очень легкое, но на самом деле оно как раз формирует очень хорошие аналитические способности у детей. Ну и если мы еще усложним немножко нашу схему, то мы можем сделать области, где все три области данных совмещаются между собой. К примеру, вот здесь у нас только красные фигуры, вот здесь у нас только квадраты, и ребенок сюда помещает и квадраты толстые и тонкие. Вот в этой области, в этом массиве данных у нас все толстенькие фигуры, а вот здесь вот нужно догадаться, что поместить, и действительно сюда у нас попадают толстые квадраты красного цвета. То есть анализировать здесь достаточно сложно, и это очень хорошая работа уже и для маленьких, и для старших детей. Работаем с алгоритмами. Что такое алгоритмы и зачем они нужны? Кстати, напишите, пожалуйста, плюсик в чат, кто с детьми работает с алгоритмами, кто пробует со своими детьми делать задания по принципу алгоритма. О, здорово, замечательно. Вот, смотрите, алгоритмы можно делать с какими-то заданиями буквальными, а можно сделать алгоритмы и с теми же самими блоками динниша, и, к примеру, с другими пособиями, где есть разноцветные фигурки. Что такое алгоритм? Это точное описание последовательности действий, по которому мы решаем конкретную задачу. Ну, например, если написать алгоритм поиска Золушки в сказке, то принц отправляется туфелькой искать это начало, он встречает девушку, и здесь его алгоритм может раздвоиться на два решения, то есть он примеряет ей туфельку и выясняет, подошла или нет. Если нет, с девушкой распрощались, возвращаемся обратно на начало. Если туфелька подошла, Золушка найдена, решайте, найден, наконец, алгоритм. Вот примерно по такому сценарию мы можем работать с детьми и использовать, к примеру, кубики денежа. Для чего нам нужны алгоритмы? Вернее, даже не нам, а нашим детям, которые когда-то и, возможно, уже очень скоро будут взрослыми. Естественно, это программирование для написания программ, потому что все программы, которые пишем для машин, любые, они пишутся по принципу алгоритмов. В математике для поиска оптимального способа решения. Алгоритмы мы используем в логистике, то есть когда составляем наиболее удобный маршрут. И, кстати, мы алгоритмами пользуемся в любой день вашей жизни. Например, если вы прокладываете мысленно, используя абстрактное мышление, путь от дома до работы, вы понимаете, если поеду по этой улице, а вдруг она перекрыта или там пробка, и я там простою, тогда мне придется возвращаться и объезжать. Если я поеду по этой улице, то я, наверное, доеду до работы быстрее. То есть у вас алгоритм в голове уже составляется автоматически. Алгоритмы используют в организации деятельности крупных предприятий, то есть в маленьком предприятии не очень заметны алгоритмы, а вот как только предприятие разрастается до достаточно серьезного уровня, то там нужна стандартизация процессов, и как раз алгоритмы приходят на помощь. В изучении иностранного языка. Если вы, будучи уже взрослым, пробовали изучить какой-то иностранный язык, то вы понимаете, насколько нужны там алгоритмы. В обычной повседневной жизни для повышения эффективности. То есть алгоритмы у нас используются везде и везде. Как мы можем сделать это с подручным материалом, прямо не сходя с игрового каура? Ну, допустим, вот такой алгоритм. Используем блоки денежа. Игра называется «Архитекторы». Мы в начале, и нам предлагается найти недостающую деталь для какой-то постройки. И мы выясняем. Можете посмотреть алгоритм. Вот кто уже с ними имел дело, можно уже найти ответ и написать в чате. Мы выясняем, красная фигура или нет. Если не красная, то мы отправляемся дальше. Да, кстати, в наличии даются красные и синие фигуры. Для того, чтобы ограничить область поиска. Но вы можете ее усложнять, если ваши дети уже привыкли к такой работе. Красная? Да. Движемся на следующий этап. На следующем этапе красную нужно заменить на синюю. Точно такую же фигурку. Возвращаемся снова на начало. Красная? Нет. Переходим дальше и выясняем. Это круг? Да. Если это круг, то движемся сюда. И нужно круг заменить на квадрат. Возвращаемся сюда. Это не круг? Нет, это квадрат. И в конце мы получаем... Напишите, пожалуйста, какую фигуру. У нас выбор квадрат, круг, синий или красный. Из четырех параметров. Синий квадрат, совершенно верно. Вот таких заданий можно напридумывать много и разных. В зависимости от уровня детей. Потому что детки у вас разноуровневые. Да, синий квадрат, абсолютно точно. Детки разноуровневые. И кто-то может делать легкие алгоритмы, а кто-то сложные. И внимание, если у вас инклюзивная группа, то вы можете, используя несколько коробочек блоков денежа, заниматься абсолютно разными вещами. Допустим, кто-то у вас уже сидит и делает алгоритмы, а кто-то подбирает фигурки по подобию. И все абсолютно счастливы, все развиваются. Ну и еще один инструмент. Это, конечно, ближе уже к арифметике. Но тоже для того, чтобы поработать в области комбинаторики, он очень хороший. Что такое комбинаторика? Это подбор разных вариантов. Это инженерное мышление. То есть инженер отличается от обычного человека тем, как шутят наши инженеры, с которыми я сталкивалась на производстве во время экскурсии, что у инженера нет безвыходных ситуаций, и у инженера нет одновыходных ситуаций. В любой ситуации он видит сразу же несколько вариантов решений. И как раз комбинаторика, то есть умение создавать задачи на разные решения, оно вырабатывает у детей инженерное мышление. А если брать чуть-чуть выше и шире, то умение в любой ситуации находить несколько решений, оно делает человека более здоровым и более уверенным в этой жизни. Итак, еще один дидактический набор. Давайте пойдем тем же путем. Кто не сталкивался с ним в своей работе? Наверное, процентов 90 сталкивались. Кто не сталкивался, поставьте плюсик в чат, пожалуйста. Тогда для коллег объясню очень быстро. Это палочки 10 размеров, 10 размеров в 10 цветах. От 1 до 10 сантиметров они символизируют числа. Беленький единичка, сиреневый 2 и так далее. Здесь тоже есть закономерности. Белый единичка, он единственный. Остальные цвета, вы видите, что повторяются похожие. То есть те числа, которые кратны 3, они в синем спектре. Те числа, которые кратны 2, они в красном спектре. Пятерка, раз она не кратна ничему, она черная. Единичка, раз это основное число, она белая. Что можно делать? Ага, палочки есть, но работать не нужно поучиться. Вот несколько приемов покажу. Смотрите, что можно сделать с этими палочками. Можно позволить помочь ребенку освоить территориальное понятие пространства. Больше, меньше, выше, ниже, право, лево. Научиться делить целое на составные части. Научиться анализировать, делать выводы и сравнивать. И научить простым математическим действиям. Не только сложение и вычитание, но уже в детском саду мы можем введить умножение и деление, и даже дроби. Как обычно, сначала используют в качестве игрового материала. Простейший вариант уже математической работы – это составление лестницы. То есть это упорядочивание пространства, чисел. Причем мы можем числа называть, но ребенок может их не запоминать. Но он все равно выстраивает эти палочки в порядке по возрастанию, либо убыванию. Работа с цветными схемами. Точно так же, как с блоками денежа, мы проводим мостик между миром вещей и миром символов. По схемам дети выкладывают определенные фигурки на листья бумаги. Таких вот альбомов их очень много. В продаже в разных фирмах, я думаю, что будет несложно. Мы знакомим с цифрами и мы знакомим со схемами, потому что человек нового мира, он должен уметь читать схемы. Вот такие вот схемы, по которым можно, используя палочки, выкладывать различные фигурки. А потом можно делать и обратную работу, то есть создавать фигурку и делать схему вот этой созданной фигурки для того, чтобы другие дети могли повторить. Или чтобы сам мог повторить, когда захочется. Делать это очень просто. Достаточно фигурку обвести острым карандашиком. Здесь вот уже комбинаторика, то есть состав числа. И мы можем детей попросить выложить вот такой домик из палочек разной длины. И ребенок понимает, что одно и то же значение может быть задано разными абсолютно числами. Здесь же мы учим состав числа, то, что потом будет большой головной болью в первом классе. А мы уже выучим прямо сейчас. Здесь мы прямо зрительно, прямо пальчиками осваиваем понятие больше-меньше. Сравниваем числа, выясняем больше-на, меньше-на. И решаем разнообразные примеры, не всегда еще владея числами, но вот можно решать примеры и такие с переходом даже через десяток и достаточно легко. Ну и здесь же для продвинутых, поскольку дети у нас бывают разные, мы можем учить и числа второго десятка, и заполнять действия числами второго десятка. Вот, спасибо, очень интересно, хотя работаю недавно. Спасибо, Алла Викторовна. Ну вот, давайте подведем итоги. Мы сегодня говорили о том, что математика в современном мире обладает системообразующим значением. И что математика сейчас гораздо шире, чем изучение просто чисел и арифметических действий с этими числами. И размышляли о том, что математика нового времени, она должна готовить ребенка к жизни, в которой он будет общаться с машинами. На их языке. Сталкиваться с большими массивами данных и как-то с ними управляться. То есть упорядочивать, сравнивать между собой по определенным правилам и находить среди них нужное. Это математика, которая тренирует абстрактное мышление. И это математика, которая закладывает основы современной информатики. И причем закладывает основы информатики не обязательно затратно. Почему я еще поднимаю такую тему? Потому что сейчас огромное количество разнообразных пособий. К примеру, это роботы, бегающие по полю, которыми управляют с пульта. Это в принципе роботы на батарейках и робототехника. Это много чего еще. И на самом деле это по-честному не всегда дешево. И иногда происходит такая подмена целей и средствам. То есть научить инженерному мышлению, научить математике нового времени, это не значит закупить в детский сад тысячу роботов и научить детей роботами управлять. Это еще и развитие детей, вот те навыки, о которых мы сегодня говорили, чтобы ребенок, сталкиваясь с любой информацией, даже с той, про которую мы еще не знаем и не подозреваем, мог уметь этой информацией управлять. На этом у меня все. И сейчас у нас осталось немножко времени, чтобы вы могли задавать свои вопросы. Руководство лучше. Если есть вопросы, спросите, пожалуйста. Спасибо вам, что слушали. Я надеюсь, что было понятно и доступно. Надеюсь, что я раскрыла тему. Спасибо. А картонные геометрические фигуры, если вы пытаетесь сделать объемные, Ольга Владимировна, есть еще такая штука, вот довольно житейская, блоки денежа сейчас делают неразгрызаемыми. Вот кто с малышами работает, тот меня поймет. Ваши картонные блоки будут съедены в течение двух игр на самом деле. Блоки денежа, вот насколько я знаю, это порядка 500 рублей за коробочку. Надежда Михайловна, прошу прощения, что не ответила вашим ожиданиям, но постараюсь исправиться. Елена Вячеславовна, рада, что вы ушли вперед. Беру на занятку. Ну да, вот коллеги говорят, что 400 рублей, но это не сотни тысяч рублей за доски с роботами. То есть, примерная цена набора дары фребеля нужно смотреть. Еще вот такой вебинар по фребелю. Материал есть, если руководство сочтет нужным, то да, материал есть готовый. Ну, я вопросов больше не вижу. Еще раз благодарю коллеги вас, что вы слушали. Благодарю за замечания, благодарю Павла Юрьевича за то, что вы были рядом. Я желаю вам удачи и успехов. Оставляю телефончики для связи. И всего доброго. Продолжение следует...